В своей ежедневной жизни, еженедельной жизни, я совмещаю достаточно много ролей. Я являюсь мамой, я являюсь женой, являюсь основателем платформы Futurelingual, а я являюсь также, конечно же, подругой, дочерью, сестрой и так далее. Всем привет! Меня зовут Ольга Рохас, это на канале Ольга Рохас в Нью-Йорк-Сити. Когда ты пытаешься совместить очень много ролей в своей жизни, и именно такой образ жизни тебе предоставляет огромное удовольствие, ты действительно чувствуешь, что ты проживаешь всю жизнь, то именно тогда ты начинаешь искать, а как же сбалансировать и сделать так, гармонично обустроить свой быт и свою неделю, чтобы, в принципе, никакая из этих ролей не заваливалась в сторону. И это сделать достаточно тяжело. И когда я смотрю на инстаграмные картинки тех мам, жен, женщин, которые все успевают, мне всегда интересно, какой же у них распорядок дня, как они распределяют свое время в течение недели, и как они это балансируют. Особенно это очень интересный вопрос в билингвальных семьях, где помимо того, чтобы совмещать и балансировать роли, вам еще приходится задумываться о том, как вы балансируете языки в своей ежедневной жизни. И тут, конечно, сложность вопроса, она такая в квадрате. Именно поэтому я решила рассказать вам, поделиться, как устроена наша неделя, о нашей семье. Напоминаю, что мы русско-перуанская семья, которая живет в городе Нью-Йорке. Я разговариваю с детьми на русском, муж на испанском, и на улице у нас английский язык. Мы оба с мужем работаем сами на себя, то есть мы сами составляем график. Наши дети, им 3 и 5 лет, и они не ходят в школу, то есть они полностью с нами всегда дома. Как нам удается вести бизнесы, и у меня, и у мужа. Я веду YouTube-канал, у меня есть Instagram, кстати, подписывайтесь, кто не подписался. Как же нам удается совмещать все эти роли в течение недели. Я всегда хотела увидеть такое видео у других работающих мам, поэтому записываю это видео, очень надеюсь, что она кому-то из вас поможет. Возможно, конечно, это невозможно будет использовать как шаблон для вас, но во всяком случае появятся какие-то идеи, как это делать другим. Перед тем, как мы начнем просмотровое видео, не забудь, пожалуйста, подписаться на мой канал Ольга Роха с Нью-Йорк Сити, и тебя ждут видео каждую неделю о материнстве, о тайм-менеджменте, о иностранных языках, культурах, детях, материнстве и саморазвитии. Итак, в Америке принято начинать неделю с воскресенья. В нашем доме есть такая табличка, где мы расписываем для детей, что происходит, какие глобальные события происходят на каждый день. Таким образом они запоминают и какой-то день недели, и привязывают это. И у них есть четкий распорядок дня, то есть они понимают, что происходит в нашей жизни. Как мы знаем, дети очень большие консерваторы, и они должны понимать, что их ожидает. В таком случае это дает им уверенность и спокойствие, и в таком случае они более разговорчивы и есть понимание в том, как устроен наш быт. Так вот, воскресенье это день, когда мы проводим всей семьей. Это единственный день, когда не работает ни папа, ни мама. И мы обычно в эти дни уезжаем куда-то, как это в Америке называется, field trips. То есть ты выезжаешь как на природу. Мы ездим на фермы, на винодельные, куда-нибудь в зоопарк, в парк. Ну, в общем, все, что находится достаточно далеко от дистанции. Мы обычно-то уезжаем на целый день, поэтому это один день в воскресенье, где дети проводят время с мамой и папой всегда. Понедельник это наш первый рабочий день, и к нам приходит няня на 5 часов. Она приходит рано утром в 9, и с 9 до где-то примерно 2.33 она остается с детьми. Всегда, когда в нашем доме есть няня, это значит, что я, мама, могу идти работать. Муж работает целый день, я работаю 5 с половиной часов, 5-6. Потом мы возвращаемся домой, мы Николай II, я. Муж продолжает работать, а я провожу с детьми примерно 2 часа. В понедельник к нам приходит испаноговорящая няня, и она к нам будет приходить 2 раза в неделю в течение недели, потому что муж больше работает, поэтому, соответственно, дети проводят меньше времени на испанском. Испанский чуть-чуть заваливается, соответственно, нам нужна помощь извне, поэтому испаноговорящая няня у нас 2 раза в неделю. В понедельник, значит, няня ушла, где-то примерно 2-3 часа я провожу с детьми, мы читаем книжки, мы занимаемся русским. А это буква? Н. Н. Какие ты слова знаешь на букву Н? Носорок. Нага. Точно? А мы просто общаемся, пекем оладушки, в общем, все, что угодно. В 4 часа приходит муж, и понедельник вечер — это вечер, когда муж забирает детей гулять. Он идет с ними куда угодно, я ничего не знаю и не хочу для них планировать. Для меня это время, когда я занимаюсь своим саморазвитием. Я, например, прослушаю какие-то лекции, я читаю книжки, я гуляю, слушаю аудиокниги, я прохожу какие-то курсы, я организую наш досуг, я организую наше время, я планирую. Ну, в общем, какое-то время для себя, для расставления каких-то приоритетов, то есть куда мы двигаемся, отслеживать и, в общем-то, получать какие-то знания. Дальше у нас приходит, соответственно, вторник, а во вторник утром провожу с детьми. Я вообще, вторник — это мой день, нам никто не приходит помогать, мы с девчонками гуляем, занимаемся. В 5 часов возвращается мой муж с работы, и во вторник у Александры, пока Адриана спит, днем у нее занятия по русскому языку, то есть у нее час занятий, где-то час-полтора она занимается с учительницей русского языка, где она учится читать, писать по-русски, вот. А потом в 5 часов мы идем на раздельное гуляние, то есть папа уводит одного, а я увожу другую. Я не буду сейчас погружаться в детали, почему так делаем, если вам это интересно, дайте, пожалуйста, знать в комментариях, я вам расскажу более подробно. В общем, мы идем и гуляем по раздельности, это очень-очень важный день. Следующий день — это среда. В среду у нас опять приходит испаноговорящая няня, она проводит с детьми 5 часов, опять-таки у меня есть возможность пойти и поработать. Потом у нас в среду начинается в 4 часа у нас акробатика у Александры и Адрианы. Акробатика идет 45 минут, примерно в 5 она заканчивается, и мы идем с девчонками на площадку. Наш папа может работать целый день, он этим и занимается, он обожает свою работу, пускай папа работает. В четверг у нас провожу опять-таки, то есть получается вторник, четверг и суббота всегда провожу с детьми время «Я». В четверг в 4 часа у нас у девочек балет, то есть когда мы проводим все время, там мы тоже занятия всякие, книжки читаем, ну в общем там, если, кстати, вы хотите посмотреть, как проходит один день из нашей жизни, дайте, пожалуйста, знать, я тоже с удовольствием сниму для вас такое видео. В четверг, значит, мы с девочками проводим время вместе, в 4 у нас балет, после 4 у меня случается святой четверг, примерно в 5 приходит муж, в 4 до 5 у нас балет, с 5 до 6 у нас происходит пересменка, я привожу детей мужу, и в 6 часов в четверг я всегда ухожу из дома. Я иду гулять, я занимаюсь исполнением своих желаний. Если вам интересно, что такое святой четверг, дайте мне, пожалуйста, знать, и обязательно тоже могу снять для вас это видео, потому что этот святой четверг я практикую уже, уже, наверное, второй или третий год. Это классное время для себя, для исполнения своих желаний, если вкратце. Пятница – это день, когда приходит у нас русскоговорящая няня, она у нас раз в неделю, опять-таки она приходит на 5 часов, это время, когда я могу пойти заняться своей работой, записать для вас видео, планировать посты для Инстаграма, ну в общем, заниматься своей работой. И когда наша няня уходит примерно в 2.30, тоже в 3 часа, мы с девочками, точнее Александра только, она идет на фламенко, я ее веду на класс, а Адриан остается вместе с папой дома. То есть они примерно с 4 до 5 проводят время дома, я прихожу в 6. И тут в пятница вечера у нас, в принципе, нет никаких-то планов. Иногда мы просто с девочками идем на работу, в зависимости от загруженности мужа на работе. Если он хочет присоединиться, то мы вместе идем куда-то в ресторан. Последние 2 недели мы практиковали первый раз, когда мы увозили обеих девчонок к семье мужа с ночевой. С пятницы на субботу это было потрясающе. Я не уверена, если они согласятся каждую неделю такое исполнять, но это было классно, нам очень понравилось и мы очень хотим повторить. Поэтому пятница вечер и субботы это такие, в общем-то, уже начинаются выходные, да, как у всех. В целом в субботу обычно муж все равно работает, он такой трудоголик, он любит свое дело. Поэтому в субботу мы утром проводим какое-то время вместе. Обычно в субботу уже во второй половине дня у нас какие-то дни рождения или какие-то социальные ивенты происходят. Какие-то плейдейт, возможно, с людьми, с которыми мы не виделись. Или мы едем на какой-то день рождения, ну или сами идем куда-то в ресторан и социализируемся с обществом. И потом наступает воскресенье, это филтрип, и потом неделя повторяется. Для себя мы выстроили такой график, он для нас максимально удобный, максимально сбалансированный, что касается отношений мамы и папы как родителя. То есть мы полноценно участвуем в жизни наших детей. Мы также стараемся балансировать с точки зрения языковой, так как у нас три языка. Кстати, все занятия Александра и Адриана проходят на английском. То есть такая небольшая у них есть доступ к английскому и на площадке, конечно, они тоже на английском общаются. Пока нас такой график устраивает, такой баланс мы приветствуем. Скорее всего, английский у нас потом мы будем после Нового года вводить чуть больше для Александры. Но это тема уже другого видео. Я очень надеюсь, что это видео было полезно узнать, как у нас проходит неделя, как мы балансируем все роли в нашей жизни, как мы организовываем время наших детей и, собственно говоря, наше время. Не забудьте, пожалуйста, если вам понравилось это видео, дать нам палец вверх. И мы увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok